За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечья, статья 316 в Уголовном кодексе предусматривает штраф до 120 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток. Если же в результате жестокое обращение животных погибло, то такое деяние наказывается штрафом до 200 МРП, это 612 600 тенге, либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года. С начала текущего года случаев нападения бродячих животных на человека в Экибастузском регионе, к счастью, зарегистрировано не было. Опасность представляют не только бездомные животные, но и домашние. В 70% случаев, зафиксированных в регионе, по словам главного ветеринара города, это когда люди пострадали от домашних питомцев. При таких случаях сразу надо обращаться к медикам по месту жительства, в травмпункты. После этого они приходят к нам, сообщают нам, мы фиксируем этот случай по дням, по часам. Если собака будет находиться в течение 10 дней под наблюдением, если в течение 10 дней не проявится клиника, бешенство, то собака будет считаться здоровой. За это время, за 10 дней, медики прокалывают пострадавшего до тех пор, пока не пройдет 10 дней. Когда мы опрашиваем, как ваша собака, любимая собака, как она могла вас укусить, то получается в основном такой ответ, что когда кормили, ребенок просто подошел, хотел поласкать собаку или поиграться. Или даже взрослый человек хотел поменять миску, подать другую. А у собаки это такой инстинкт, когда она кушает, принимает еду, она может проявить агрессию, даже если она столько лет у вас живет, даже слушается. Ветеринар отмечает, что в Экибастузе действует лишь частный питомник для бродячих животных, созданный волонтерами. Вопрос строительства государственного приюта для бездомных животных пока остается открытым. Если вы видите агрессивную бродячую или соседскую собаку, которая лает на всех подряд, но при этом гуляет свободно без намордника, смело вызывайте полицию, советует Конакпай Турумтаев.